Тяжелый поединок, старались ловить французов на собственных действиях. Что не получилось, на мой взгляд? Первую половину боя я неправильно построил. Изначально стал фехтовать от него, начал смотреть, получать удары. Потом уже под середину боя перестроился чуть-чуть, но уже, соответственно, было поздно. В принципе, бой я изначально сразу же проиграл, потому что стал фехтовать от него, как сразу сказал. Ну, здесь спорт как бы побеждает сильнейший. И тоже есть какая-то точка, ну, доля везения у каждого. В основном выступление я посетил всего лишь один этап Кубка Мира, серию Гран-при. Это в Будапеште. Он сложился точно так же, так что, в принципе, результат у меня не поменялся. Как на этом турнире, так и на том. К сожалению, не получалось участвовать на всех этапах Кубков Мира. Ну, сейчас уже как бы завершение сезона. Ну, уже силы не те, конечно. У каждого спортсмена есть желание, но чтобы это желание осуществить, нужно еще выступать на российских стартах удачно. Так что, в принципе, со следующего года начинается новый турнир, новая подготовка к Олимпийским играм. Каждый спортсмен, я думаю, будет стараться попасть в национальную команду. Между турниров находимся на тренировочной базе на Круглом озере. Тренируемся, как бы, на последнем сборе к нам приезжали и французы, и китайцы, и японцы. Тренировались вместе, порядка 70 человек было. Так что, в принципе, все здесь готовы одинаково. У нас прекрасный тренер, который нас тренирует. И, в принципе, все, что есть, лучшее фехтование он нам дает. Вот, соответственно, они у нас тренируются, а мы уже... Да, да, да. Спасибо большое, удачи!